Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию интереснейшая тема дуальность часть первая. Родные мои, сегодня я хочу поднять очень серьезную тему и поговорить о дуальности. Многие считают, что выйти из дуальности это значит просто перестать все делить и разделять. В каком-то смысле да, но часто люди пытаются сделать это буквально умом. На самом деле не выходя из дуальности, а попадая в иллюзию, что вышли из нее. Они часто начинают оценивать или придираться. К обычным словам, раз сказали плохое, то значит есть и хорошее, а это дуальность. Рассказали лучшее, то значит есть и худшее, а это дуальность. Рассказали высшее, то значит есть и низшее, то и это дуальность. Это огромная иллюзия ума, чтобы вы начали продолжать делить весь мир, снова разделять, а вовсе не выходить из дуальности. Выход из дуальности. Это полное принятие всего мира и понимание, что все, что есть, необходимо для кого-то. Это выход из собственного эгоизма. Раз мне это не нравится, не подходит, то это значит плохое и никому не нужно, а лишь вредит. Да, выход из дуальности это не деление мира на плохое и хорошее, нужное и ненужное, важное и неважное, но не буквально умом, а виденье сердцем, высшим сознанием, где все едино и осознанно виден полный план Творца. Когда выходишь из дуальности, то понимаешь, что абсолютно все в этом мире необходимо. Нет в нем ничего лишнего и ненужного. Все нейтрально. Если что-то есть, то значит есть и тот, кому это нужно. Просто все разные в этом мире, на разных уровнях вибраций, с разным опытом и все имеют право жить и получать свой опыт. С этим внутренним осознанием исчезает любое внутреннее деление, а не только внешнее. С ним уходит критика и осуждение других, непонимание выбора другого человека, непринятие и отторжение чего-либо, вражда между людьми за то, кто прав, а кто нет, борьба за истину, соперничество, обиды. Внутри появляется истинный мир и покой, душевное счастье, любовь ко всему, так как ты видишь мир открытыми глазами, не отвергая в нем ничего. Ты видишь, что все в этом мире от Бога. Во всем есть глубокий смысл. Его мудрость. Присутствует ценность во всем. Выйдя из дуальности, начинаешь понимать, что любая информация нужна, если появилась. Она неплохая и нехорошая. Уходит любое внутреннее непринятие. Понимаешь, что люди просто притягиваются к информации по вибрациям. Какая им в данный момент необходима, кому-то необходима одна, а кому-то другая. Именно она сегодня принесет благо. Например, вдохновит, наполнит любовью или укажет на внутренние страхи и ограничения. Ни один человек не может читать и понимать то, что не соответствует его уровню вибрации. Ему будет просто неинтересно, некомфортно, пойдет внутреннее отторжение, нежелание читать дальше. Это естественно и нормально. Если меняется вибрационный уровень человека, то он начинает тянуться к чему-то другому. Это искать. Человек, живущий еще в дуальности, начнет делить. Это плохая информация, а это хорошая. Это истина, а это ложь. Это высшая, а это низшая. Этот прав, а этот неправ. Человек, живущий вне дуальности, видит, что все необходимо в этом мире. А что-то просто не соответствует ему. Но для кого-то это очень даже нужно. Если есть информация, то и есть человек, для которого она пришла. Ему это необходимо. Вне дуальности перестаешь жить эгоизмом. Если не подходит мне, я чувствую так, что значит никому не нужно. Это плохое. Когда выходишь из дуальности, то видишь многогранность слов. Так как одно и то же слово каждый понимает на своем уровне вибраций. Если человек живет умом, то видит в словах лишь ярлыки, которые прикрепил к нему их ум. Каждый видит слова на своем уровне сознания, через свою призму преломления. Если человек вышел из дуальности, что за каждым словом скрывается бездна понимания и можно видеть очень глубоко. Ни одно слово внутри больше не пугает. Нет плохих и хороших слов, каких-то ненужных словосочетаний, но каждый воспринимает все на своем уровне вибраций. Что внутри, то он видит и вокруг. Окрашивает в свои цвета. Именно поэтому одни и те же слова, один и тот же текст, можно видеть по-разному, многомерно. Чем выше вибрации, тем глубже можно это понять и ощутить. Совершенно естественно, что один в тексте видит одно, а другой другое. У каждого свой уникальный внутренний мир. Если вы видите в словах дуальность, то это не слова дуальны. А вы, так как повесили на слово ограничивающее понимание, ярлыки, а оно на самом деле безгранично, имеет множество оттенков понимания и самый разнообразный глубокий смысл. Например, часто пишут «исправьте букву С на З» в приставке «без». Например, бесполезный, бессловесный, бескорыстный, так как это энергия от беса. Нет, это человеческое восприятие, его личные страхи и ограничения, его вибрационный уровень. Именно он видит в слове что-то плохое, окрашивает, так как его ограничения, его вибрационный уровень. Именно он видит в слове что-то плохое, окрашивает, так его вешает ярлык. Менять необходимо не буквы, не слова, а себя. Тогда ничего не будет страшить и тревожить. Дуальное восприятие – это информация плохая, а вот это хорошее. Не дуальное восприятие – это информация мне подходит, а это, извините, для кого-то другого. Дуальное восприятие – это энергия плохая, а это хорошее. Не дуальное восприятие – это энергия мне подходит, а это необходимо для опыта кому-то другому. Дуальное восприятие – это темный человек, а это светлый. Не дуальное восприятие – все есть от Бога, оно на разных уровнях вибраций. Дуальность существует в первую очередь не во внешнем мире, а внутри нас. Меняться необходимо изнутри. Тогда изменится и весь мир вокруг. Родные мои, выходите из дуальности к полной внутренней свободе. Это настоящее счастье – жить в принятии и любви ко всему. С любовью ко всем Макта читала Тора. Дорогие друзья, маленькое дополнение. Когда вы понимаете, что вы все-таки еще живете в дуальных энергиях и что где-то вы уже от них освободились, а где-то еще они вас преследуют, мучают, создают вам неблагоприятные событийные ряды, то есть прекрасная практика – золотая сфера гармоничной событийности, где вы можете попросить, чтобы вам учительская система выстраивала ваши гармоничные ряды на целый день. И делать, конечно, это лучше с самого утра. Конечно, путей много. Конечно, вы можете сделать это совершенно по-другому. Можете делать практику «Однополярный ум». Или можете прямо с утра говорить, что я живу в однополярных энергиях, в сфере первотворца Вселенной. То есть вот настолько много разных игровых взаимодействий с самим собой, насколько можно это интересно обыгрывать и особенно, конечно, лучше это делать с утра. Ну, а вечером прекрасно можно попросить прощения у всех, у себя за то, что вы впечатлились какими-то негармоничными энергиями, разделения, где-то вступили с кем-то в конфликт или где-то о ком-то не так подумали, как хотелось бы вам. Это все можно делать вечером, когда вы уже ложитесь спать перед сном и это не занимает у вас какого-то времени. То есть очень быстро это можно делать перед сном. Я прощаю всех и пусть все меня простят. Если знаете имена, то лучше, конечно, их называть. С вами в энергиях однополярного мышления и недуального восприятия. Все есть от Бога, но на разных уровнях вибраций. Субтитры создавал DimaTorzok